Ребята, всем привет! Добро пожаловать к нам домой. Сегодня я хочу провести экскурсию по нашей кухне. Покажу вам, что находится в нашем американском холодильнике, что прячется в нашей американской кладовке, какие снеки и так далее. И вы увидите планировку американской кухни, хотя мне кажется, сейчас современные кухни в наших странах очень похожи. Многие делают такой ремонт, как студия, то есть у вас барная стойка, и все это выходит в зал, и тут же у вас и кухня. Ну, очень интересно, мне всегда импонировала эта планировочка, и сейчас я просто кайфую от своей кухни. Покажу то, что мы едим, что как стоит, что где прячется, так что добро пожаловать! Как я говорила ранее, это стандартная американская планировка, кухня-студия с барной стойкой. Высокие столы, мне это очень нравится, то есть американцы любят все большое и высокое, у них чаще всего высокие столы, высокие стулья, барные стойки. Очень удобно мыть посуду и работать на такой высокой поверхности, комфортной. Кухня небольшая, но мне этого достаточно. Здесь две раковины, это самое классное, наверное, что может быть, молотилка, как в кино. Но я всегда боюсь туда опускать руку, если что-то забьется, мне кажется, что она самостоятельно включится и перерубит мои кости. Вот, кофеварка, которой я уже не пользуюсь, потому что я перестала пить кофе. Здесь такой вот уголок, то, что я чаще всего потребляю. Это соль гималайская розовая у меня в мельнице, я ее измельчаю на салатике. Затем это спирулина, которую я иногда использую, у нее такой запах не очень хороший, морской. Иногда я добавляю в зеленые коктейли. Затем у меня есть протеиновая паста арахисовая с шоколадом, с горьким шоколадом. Немножко похрустывает, но вкусно. Иногда я добавляю, делаю мороженое, иногда, если хочу сладкого, я ем. Я вообще очень много употребляю арахисовой пасты, не только арахисовой. Вот видите, у меня паста кешью, это очень хороший бренд, качественная арахисовая паста, вкуснейшая, без соли, без сахара, без ничего. Не арахисовая, извиняюсь, и масло кешью. Очень вкусно. Я вообще фанатка всевозможных масел. А здесь у меня еще кленовый сироп. Я люблю употреблять кленовый сироп, потому что он низкокалорийный, без сахара, и можно как альтернатива меду и сахару. Сара любит с блинчиками, иногда добавляем в напитки. Далее у меня миндальное масло, оно более твердое. Я его тоже очень люблю, оно вкусное. Оно немножко солененькое, сладенькое, очень вкусное, густое-прегустое, с яблоками. Очень вкусные, девочки, мальчики, я всем советую с зелеными яблоками. Здесь у меня, как видите, закончилось любимое масло, сливочное, топленым вкусом. Это у меня остались специи мексиканские, с мексиканского праздника. Затем у меня есть тоже любимое кокосовое масло с топленым вкусом, я его очень люблю. Практически все эти продукты я заказывала на сайте iHerb, и могу все ссылочки оставить под этим видео. И еще вот такое масло у меня обычное, классическое кокосовое, на котором я жарю и добавляю там везде. Затем у меня есть суперфуд, но вместо еды можно, иногда вместо ужина употребляю на растительной основе. Следующий уголок у меня с витаминами, которые я постоянно забываю пить. Оптивумен, затем у меня для печени коллаген плюс С, затем есть для щитовидки йод, сарены витаминные, магний кальций, которые все время забываю тоже пить. И мне очень нравится, иногда я не могу уснуть или в качестве слабительного использую магний порошок. Прикольный. А это купила попробовать порошок для создания виноградного лимонада, но он отвратительный, как Юпи. И волшебная кладовка, тоже в американском стиле. Во всех кухнях в Америке установлены такие кладовки, в которых хранят сухие снеки, то, что не портится. На черный день кто-то забивает их до отвал. Просто в Америке чаще всего скидки, и люди покупают и хранят на каких полках всевозможный товар. На верхней полке у меня чай, который я тоже на iHerb заказываю. Стевия, заменитель сахара, тоже редко употребляю. И для кофе фильтры, которые мне уже не нужны. Это семена чия, это киноа, сушеная клюква, которую я иногда ем или добавляю в какие-то коктейли, в каши. Закончился у меня бразильский орех, очень люблю его. И у меня здесь осталась немножко вишня в темном шоколаде, сахерп тоже, и чернослив доедаю. Какой-то он странный, в Aldi покупала, гиперсладкий какой-то, не очень нравится. У меня до сих пор стоят сушки, я их никак не могу съесть, итальянские, традиционные, по акции покупала. Вообще много тут всего и по акциям, и с iHerb. Опять сушеная клюква, сушеная блубери, черника, кокосовая стружка с iHerb и тыквенные семечки. Следующая полка тоже с разными вкусняшками. Это моя любимая смесь без муки, дрожжей для панкейков. Это снеки тоже, которые были куплены по акциям, разные батончики с мюсли, снеки с медом, орехами. Сара ест вот такие печеньки тоже детские. В школу часто я даю ей снеки, не часто, а каждый день, потому что у них снек тайм, и они должны что-то перекусить. Также есть зеленая гречка и не хумус, а нут. Еще одна полка, здесь японские присыпки из японского магазина, азиатского. Очень классный у нас магазин есть, я вам, кстати, видео тоже сниму. Есть мисо суп, Сара, это Сара очень любит. Макароны, спагетти, снова снеки. А также у меня есть сухой завтрак, очень необычный. Это такие кубики, состоящие из мелких, сухих, таких злаковых волосинок. Внутри есть сладость, ну типа джема. Это тоже типа органическая, вкус. Еще одна полка каши, снеки. Это сухой завтрак мюсли, это попкорн с маслом, как в кинотеатр, который мы брали. Такие чипсы рисовые. Знаете, мы просто берем, чтобы попробовать все интересное американское. Это вот слайсы шоколадные, это лук сметана рисовые. Это сухой завтрак, лимитированный для Сары с персиком. Там внизу у меня уже хранятся разные консервы, томатная паста. То, что не портится и то, что не нужно хранить в холодильнике. Бобы и так далее. Плавно передвигаемся к холодильнику. Здесь, в принципе, ничего особенного. Авокадо, там васаби. Эти лепешки, лаваши ржаные. Иногда я их употребляю, как делаю сама себе лаваш в домашних условиях. Йогурты у меня стоят на полке. Яйцо. Есть сыр. Я сыр ем. Эти йогурты все никак мы не можем доесть, потому что ни я, ни Сара не любим. Есть сыр Филадельфия, который здесь очень популярный. И его здесь множество видов, даже сладкие есть с клубникой. Следующая полка с разными соусами. Вареньем, лаймы, сыр тертый, сыр пармезан, сыр чеддер. Удобно на салаты, уже готовый, потертый. Конечно, не уверена, что тут 100% пармезан, но вкусно. Чеддер тоже бывает куда-нибудь найти на макарошке. Так, уже готово, потерто, удобно. Лайм я по утрам выжимаю в воду, в стакан воды целый лайм. Они такие маленькие. Удобно. Один лайм на стакан воды я выжимаю и выпиваю натощак. Это инжирный джем. Ну, довольно-таки приятный, вкусный. Не знаю, откуда у меня взялась горчица, васаби. Видно, кто и любит суши. Майонез какого-то, не знаю. У меня оказался маслины черные. И паста еще есть для баллонез, для спагетти. Зеленые оливки. Еще оливки. И соус песто. Я люблю песто. Добавляю на разные блюда, даже на вареное яйцо. Очень вкусно. Я перешла на растительное молоко, ну, на миндальное, на кокосовое молоко. Соусы. У меня Кикаман самый вкусный соус. Японский соевый. Бальзамический уксус. Органический кейчуп. Псайхерп. Верхняя полка. Яйцо. Томаты. Есть из азиатского магазина напиточки вот такие маленькие для Сары. Это пребиотики. Там хлеб у меня. Тосты. Сметана. В этой пачке. Морковь. Там у меня индейка, которую мы никак не можем доесть. Я больше не буду ее покупать, потому что мы не едим ни колбасу, ни вот эту индейку. Потому что мне кажется, что все это какое-то вредное. И Сара не любит. Сосиски не ест. Ничего. Это, кстати, нато. Это, можно сказать, испорченные бобы, которые едят специально. Японцы очень вкусные. Я люблю со слизью. У них все любят. И вот эта индейка, которую надо выкинуть. Скорее всего, потому что мы не будем такое есть. Животных на улице нет, чтобы кому-то отдать. И не очень мне нравится вкус. Он немножко сладковатый. Ну, как-то не то. Что-то в нем не то. Американцы просто обожают индейку нарезанную. Они ее, по-моему, каждый день едят с сэндвичами и так далее. Хлеб храню в холодильнике, потому что жара такая может испортиться быстро. Еще одна полка. Творожок, вон я вижу, зерновой. Компот сварила я. Тут у меня прошутто с сыром. В общем, завернутый сыр в прошутто. Прикольно, что итальянское. И еще у меня есть также прошутто. Иногда я и кушаю, но очень-очень редко. В последнее время не хочу вообще. Черника. Здесь очень распространена черника в Америке. Она недорогая относительно. И много ее здесь. Макарошки. Тут уже готовое у меня то, что приготовлено было. Макарошки, ракушки. Это овощи с куриной филе. Я тоже тушила. Цукини, баклажаны и филе. Там у меня я вижу лазанья. Еще остатки я готовила. И что-то еще. На нижней полке молоко коровья Сара любит. Арбуз. Руккола. Вот такая огромная пачка. 5 долларов стоит. И мне ее хватает на неделю. Рукколы. Много там травы. Еще вот такой шпинат. Я очень люблю шпинат. Обожаю сельдерей. Такое вот зелененькое. Любим пожевать с Сарой часто. Полезно, вкусно. И снизу фрукты. Яблоки, груши. Манго. Красные и зеленые яблоки. И в втором ящике у меня помидоры. Картофель, лук. Картофель мы вообще не едим с Сарой. Покупала для чего-то и лежит, валяется. Мы не едим картофель. В морозилке у меня тоже есть что посмотреть. Всякие мороженые штуки, которые мы достаем редко. Но удобно. Вот были панкейки. Готовы их только. Можно сказать, нужно подогреть. И все. Но больше я такое не буду покупать. Потому что мне кажется, это вредно. Ну, взяли попробовать. Лед постоянно делается. В морозилочке здесь можно выключить эту функцию. Мясо мороженое мы доедаем. Потому что я не буду его больше, скорее всего, есть. Не люблю уже. Не хочу мяса. Мороженое для Сары. Ну, это замороженный сок. Вот это мороженое невкусное. Вообще купили и не хотим. Тоже 1 плюс 1 акция. Взяла от жадности. В итоге невкусное. И мы не будем его есть. Филе куриное. Креветки мороженые. Лосось тоже замороженный. Куплены там по каким-то скидкам, акциям. Очень удобно. Покупайте. Типа в морозилку. И оно лежит, ждет своего случая. И вот так в дверях у меня снова эти панкейки, которые нужно доесть. И всякая мороженая ерунда. Полуфабрикаты, которые купили на пробу. И они валяются до сих пор. Невкусно. Все, что полуфабрикат, вообще невкусно. Нам не нравится. Мы такое не кушаем. Снова филе я расформировываю. Часто покупаю по пакетикам куриное. От красного мяса я хочу отказаться. Индейка, курица вроде как остается в моем рационе. Но я думаю, ненадолго. Лаваш замороженный. И вот эти мидболсы тоже невкусно. То, что вот это у меня лежит, нужно, видимо, почистить, убрать из того, что мы едим. Вот я еще бананы, когда начинают портиться, их замораживаю, потом в коктейли добавляю. И филе индейки. Вот такой вот мой холодильник. Я надеюсь, вам все понравилось. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо. Пока-пока.